Лук-порей или жемчужный лук Двулетнее травянистое растение Вид рода лук подсемейство луковый Распространение и экология Родина – Передняя Азия Откуда лук-порей попал в Средиземноморье, на территории которых и сейчас встречается его дикорастущая исходная форма – лук виноградный. Культурный же вид, вероятно, развился из него давно, так как в Древнем Египте лук-порей уже был одним из важнейших овощных растений. Он был известен в античные времена в Греции и Риме, в средние века его возделывали уже по всей Европе. Рисунки старых травников показывают, что у растений, которые выращивались в то время, луковицы были выражены лучше, чем у современных форм. Выращивается повсеместно в Европе, в Средиземноморских странах и в Северной Америке, наибольшее его количество поставляет Западная Европа. В первую очередь Франция, в России парей выращивают во всех зонах овощеводства, ботаническое описание. Морфология луковицы лишена луковичек или с немногими луковичками, стебель выходит из середины луковицы. Листья линейно-ланцетные, чехол с длинным носиком. Зонтик большой, шаровидный, околоцветник беловатый или реже розоватый, со слегка шероховатыми листочками. Нити тычинок длиннее, околоцветника, внутренние трехраздельные, со средней частью в два раза короче основания, цветет в июне-июле. Плоды созревают в августе-сентябре. Биологические особенности. Первый год жизни образует мощную корневую систему, большое количество плоских длинных листьев, расположенных веером. Белую ложную луковицу длиной от 10 до 12 сантиметров и диаметром от 2 до 8 сантиметров, переходящую в светло-зеленый ложный стебель высотой до 80 сантиметров. На второй год формируется цветоносный стебель высотой до 2 метров и семена. Цветки у паре мелкие, розовые и беловато-розовые, собранные в соцветия. Зонтик изначально закрытый чехлом, опыление перекрестной. Семена трехгранные, морщинистые, внешне напоминают семена репчатого лука, сохраняя всхожесть 2-4 года. Парей – холодостойкая культура. Взрослые растения при их окучивании и утеплении торфом или опелками зимуют в условиях средней полосы, особенно в снежной зимы. Требователем к влаге предпочитаются глинистые, высокогумусные пойменные почвы, тяжелые глинистые легкие песчаные почвы, а также переувлажненные и кислые. Растения для парея непригодны, размножаются семенами. В центральных и северных районах используют рассадный метод. В южных районах предпочтительно безрассадная культура. Наиболее опасный вредитель – луковая муха. Химический состав растений отличается высоким содержанием солей, калия, кальция, железа, фосфора, серы, магния. В растения имеются эфирное масло, в состав которого входят серо-белковые вещества, витамины аскорбиновая и никотиновая кислоты, тямин, рибофлавин, каротин. Парей обладает ценным свойством, каким не обладают никакие другие овощные культуры. При хранении количество аскорбиновой кислоты в отбеленной части повышается более чем в полтора раза. Значение применения Еще древние египтяне, греки и римляне знали лук-парей как пищевое растение у римлян, он считался едой богачей. Римский император Нерон употреблял его в больших количествах, стремясь сохранить голос для произнесения продолжительных речей. Его называли «питающимся пареем», а пиццей рекомендовал употреблять зеленые части лука-парея в качестве салата, а бесцветные варители использовать как приправу к некоторым блюдам. Средний век парей также пользовался большой популярностью, однако в середине XX века в России мало знали об этой овощной культуре. Сегодня по популярности парей уступает лишь чесноку и репчатому луку. Пищу употребляют утолщенные основания листьев, образующие толстый ложный стебель. Белая нежная ножка и молодые листья лука-парея характеризуются приятным слабоострым вкусом, придают своеобразный аромат кулинарным изделиям. Луковицы парея с отбеленым стеблем употребляют в сыром, вареном виде, как гарнир к мясным и рыбным блюдам, приправу для супов, используют для приготовления салатов, соусов, в консервной и пищеконцентратной промышленности. Целебное действие парея было известно еще в далеком прошлом. Его рекомендовали употреблять больным подагрой, ревматизмом, цингой, примочекаменной болезни и ожирении, психическом и физическом переутомлении. Благодаря большому количеству солей калия парей проявляет выраженное мочегонное действие. Полезен при ожирении, ревматизме, подагре. В клинических исследованиях показано, что парей повышает секреторную функцию желез пищеварительного тракта, улучшает деятельность печени, повышает аппетит, имеет антисклеротические свойства. Сырой парей противопоказан при воспалительных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки. Прочие сведения. Лук парей является одним из национальных символов Уэльса. Согласно легенде, в шестом веке епископ и просветитель Давид Валийский во время битвы против саксов, которая происходила на Луковом поле, призвал своих солдат прикрепить к шлему лук парей, чтобы отличить своих соратников от врагов. Поэтому ежегодно 1 марта жители Уэльса отмечают национальный праздник – День Святого Давида. В Великобритании существует общество любителей парея, члены которого обсуждают тонкости возделывания этой культуры и обмениваются рецептами блюд. Лук парей – символ вокалоида Хацунэмику. Образ Хацунэмику стал популярным после того, как был использован в видеоролике финской песни Иван Пулка. В сказке Джани Радари «Приключения Чайполина» огородник лук парей имел длинные усы, концы которых жена лука парея привязывала к гвоздям на балконе и вешала на них белье. Таксономия – вид лук парей входит в рот лук семейства луковые порядка споржецветные.